Вы перед началом, конечно, не забывайте, ребята, подрубать мой код ММА. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня будет сумасшедший ролик. Я просто боюсь представить, сколько весь этот кипиш будет происходить, потому что в этой обнове, в этом Бравл Толке будет просто невероятное количество всего. Давайте мы всё с вами это заценим. Если вы смотрели уже Бравл Толк, но пришли посмотреть мой, то вы красава. Услышите моё мнение по тем или иным нюансам. А если вы ещё не видели, то без спойлеров погнали смотреть. Говорит, привет, и с праздниками. Он говорит, праздники? Это значит, что будут подарки? И Райан говорит, конечно. 13 гиф подарков, 2 Бравлера. И один из них бесплатный, прикиньте. Подарят перца всем, абсолютно всем. Это просто бомбезно. Окей, начнётся новость того, что показывает нам нового персонажа, это Байрон. И у него есть волшебный посох, который может не только атаковать, но и... И хилить. Короче, это будет третий участник команды Пайпер, Барли. Я, правда, не понял, в чём движешься. То ли одна среда, то ли ещё как. Как они связаны? Не особо понял. Но, короче, это Саб. Это персонаж, не который в соло играет. Это Саб, хороший. Окей, он умеет и атаковать, и хилить. Всё зависит от того, что вам нужно. Он будет немного отличаться от тех Сабов, что выпускались до этого. Окей, он говорит, он может и атаковать, и хилить. Всё зависит от того, что вам нужно в той или иной ситуации. Окей, такой бутылёк кидает, это его супер. Она может и хилить, и посмотрите. Две шестьсот дамага. Но это он ещё тычку попал. На 2-100 он захилил Леона, и на 2-100 он дал дамага по врагу. Прикиньте, кто-то танкует, допустим, бычок. Вы закидываете под бычка, чел получает дамаг, вы ещё захилили быка, это просто сумасшедший перс. Мне кажется, это очень жёсткий Саб, который, может, даже Пока обойдёт, пока его там не ослабят, не поправят потом. Это мифический бравлер. Мифик, да, не супер редкий. Как вы могли подумать. И он будет доступен на следующий день после обновления. Он говорит, конечно же, как в эти праздники, без крутых скинов. И это снеговик-тик. Блин, смотрите, какой Фрэнк топовый. Праздничный, короче, Фрэнк. И кто этот, щелкунчик, да, или кто, барабанщик Наткракер Гейл. Это скин, который сделали фанаты, то есть Суперсел Мейк, и он победил. Набор новых золотых скинов. Дэрил. Отмечайте, если есть тут ваш любимый перс. Дэрил, Кроу, Джесси, Тара, Тара топчик. И Тик. На Тика уже два скинчика за эту обнову. Впервые. У-у-у-у, брау, челлендж. И еще и в дуо шеде, вот это да. Если я вам до этого пики закидывал, то берите, то я здесь уже сходу знаю один топовый пик. Не считая, конечно, новых персов. Но мы к этому челленджу обязательно вернемся. Получите первую в мире варьер-бо, воин-бо, если пройдете этот челлендж. Но если не пройдете, Фрэнк говорит, не расстраивайтесь, он будет доступен в магазин. Но сами понимаете, не у всех-то гемасов много, поэтому, ребят, обязательно подписывайтесь. Если еще не подписаны, я вам помогу пройти этот челлендж, расскажу, как сделать это грамотно. Добавляет в баунти голубую звезду, и вы сейчас узнаете, что это. Это очень крутая фича. И сейчас я вам расскажу про нее. Сначала расскажут нам разработчики про это. Смотрите, Мортис взял эту звезду, и сейчас она горит у него. Райан делает килл, и эта звезда переходит к Райану, и он ее держит. Если Райана убьют, она тоже перейдет снова к врагам. И это будет разрушать ничьи. Или, знаете, бывают моменты, что ваши соперники взяли звезду, и ты такой, блин, там где-то в конце можешь 29-30 проиграть только из-за звезды. Теперь этого не будет, если вы убьете того чела, кто носит эту звезду, как в каких-то играх, флаги носят. Все, после этого звезда переходит к вам, и нужно будет ее сохранять. Да, если тебя убьют, то звездой эту потеряешь. Все, теперь не будет ничьи на 13 минут в гемах. Если выпал 29-й гем, то потом 30 секунд запускается отсчет, и игра закончится. У-у-у, новая среда! Типа Пэм, там, не знаю, Пэм, свалка Пэм, и это будет осада, ай, балдеть. 8 анимированных новых, ну как новых, те же скинчики, блин, скинчики Пинцы, но анимированные. У-у-у, топовый режим возвращается, блин, поиграем в него. Я по нему соскучился больше, чем там по пиявке, этот режим ШД. И, конечно же, больше, чем по горячей зоне, которую сейчас на постояночку добавили. Чего? Четыре недели теперь будет длиться сезон, прикиньте, сколько кубков можно пушить, это просто пипец. И еще Фрэнк сказал, что теперь трофеев еще будет меньше забирать. Это просто трэш. Ну, теперь, походу, можно и все 50к пушить. Походу, это так. В общем, говорит, блин, очень много всего, и Фрэнк такой, нет, еще есть подарочки. Кстати, интересный нюанс, он сказал, что starting today, значит, по планам. Они записывали, сначала планировали, что Бравл Толк будет в субботу, не в воскресенье. Видать, что-то не пошло так, и поэтому они уже поправили там, текст добавили. 13 подарков, и гляньте, какие там подарочки. Я вижу тень Брока. Кстати, про нее кто-то спрашивал в беседе, эти темы видели, и справа снизу, смотрите, какая-то тень есть. Три новых пинса, даблеры, бигбокс, поинты, блин. Брока, офигеть, олдовый Брок вернется. Каждый день подарочки, и смотрите, у Райана появился шарф, и это не просто так. Окей, говорит, что может быть еще лучше там, всего того, что мы уже показали. Новый Бравлер, он говорит, лучше еще. Он говорит, два новых Бравлера, он говорит, да еще лучше. О, нет, вы сделали это. Говорят, пока Фрэнк отвлекся, мы сделали второго Бравлера бесплатным. Блин, ну они затроллили Фрэнка, сделали его, типа, таким плохим, что он не разрешает бесплатных и так далее. Типа, пока Фрэнк отвлекся, мы вам подарим этого Бравлера. И это Эдгар, ребята, близний бой. Он, короче, работает вместе в магазине Коллетт, в этом, как он, Гифтшоп, это магазин подарков. Он хочет быть крутым, супертоповым, но у него, чуток, это не получается. Смотрите, он со шарфом атакует. Бум, 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 бум. Сказали, что у него не так много ХП, он, типа, ближняк, атакует. Но для этого ему дали хилочку. Когда он атакует, он, как вампиризм, начинает хелиться. Смотрите, как прыгает, обалдеть. Воу, просто имба какая-то. Говорит, что его ульта копится, как у Дэрила, автоматически. И после этого вы можете прыгнуть, достать, там, перепрыгнуть через стенку, подобрать хороший момент и сделать эту атаку. Говорит, Эдгар будет доступен бесплатно в этом сезоне подарков, когда вот 13 дней пройдут, скорее всего, это будет финальный день, именно персонаж. Так что, говорит, обязательно убедитесь в том, что вы не пропустите этот день, убедитесь, что вы его забрали. Он, конечно, будет потом доступен и из боксов, но такое пропустить. Ну, понятное дело, тебе дарят, кого там, Эпика? Ну, чтобы вы понимали, я в свое время на Би-Би потратил 400 боксов. 400! И, как бы, конечно, я приду за этим персонажем бесплатно. Говорят, ну, в принципе, на этом все. Хороших вам праздников. Спасибо за то, что играли с нами этот невероятный год. Все, кто с нами катали. И вот поэтому нам закинули вот столько подарочков. Блин, это круто! Вот теперь все там, кто что-то базарит, хейтит и так далее. Я, признаюсь честно, я в этой стороне всегда не травлен, но я просто вижу, сколько разработчики всего делают. И сейчас вот реально такой сезон, когда уже вопросов не останется. Подарят перса, там, подарят какой-то еще скин, судя по всему, с левой верхней части это будет Брок, который такой, олдовый, да, старая картиночка. Там пинцы новые, испытания, сбо-подарки. Подарков просто невероятное количество. Райн говорит, не забывайте подписываться и, конечно же, желаю вам хорошего сезона. И важно, Фрэнк сказал, увидимся именно в январе. Так что там, по-моему, если они... Хотя нет, сезон может и в феврале заканчивается. Говорит, привет и добро пожаловать на Бралток. Он говорит, ты кое-что забыл. Он говорит, рели? Не Бралток, а Бравльдэс, типа праздник, да? Это был плохой старт. Не будет подарков. Злые подарки от Гринч, как Гринч похититель Рождества, походу. Это отсылочка, наверное, была на него. В общем, ребят, что я могу сказать? Это просто сумасшедшее будет обнова. Сколько здесь всего? Я думаю, что даже на превьюшке это все не вместится. Все золотые скины, все скины, которые там будут подарочными, будут с испытания, будут за продажу. Два новых перса, одного из них подарят. И он просто сумасшедший. Я вам признаю честно, что, типа, вот этот... Байрон, он, короче, прикольный чел. Но, признаюсь честно, мне Эдгар куда больше понравился. Он же просто сумасшедший. Вы видели, как он перепрыгивает? Он, наверное, с Прима даже будет тараниться. Прикол в том, что Прима, конечно, его по разам может перебить, потому что у Прима много хп. Но этот чел может накопить на ульту сам и подобрать хороший момент, перепрыгнуть, достать какой-нибудь Пайпер, какого-то метателя, вырезать его и погнать дальше. А Прима нужно будет прям подобраться, прям очень близко. И это не всегда получается сделать. Тот же Эдгар, мне кажется, он может напрыгнуть на Спайка. Косарь дает он с ульты по 300 хелится и дамаг у него... Ну, сейчас баночки, конечно. Но он очень жестко бьет. И у него перезарядка просто сумасшедшая. Если грамотно отыгрывать, мне кажется, это будет просто сумасшедший Бравлер. И мы его в турнирах, возможно, тоже увидим. В общем, ребят, я думаю, что, в принципе, все интересное мы с вами разобрали. Обязательно не забывайте подписываться на канал, чтобы я вам подсказал, как же рубануть это испытание до пройти. Там, наверное, нужно будет брать топ-1, топ-2. Я думаю, топ-2 тоже будет считаться. Если топ-3, то ничья. Интересно, ничья это будет как поражение или просто на месте останешься? Это первое испытание ШД. У меня сейчас просто взрыв мозга, потому что я не знаю, как все это пойдет. Но я уверен, ребят, будете придерживаться наших тактик. У вас все получится. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Закидывайте лайк, если вам этот ролик понравился. И, конечно же, будем ждать сникпики. Так что всем удачи, ребята. С вами был Ма. Всем пока.